Вполне вероятно, что монстры представлены разнообразием форм и размеров. Я представляю, что многим людям с одними монстрами находиться рядом проще, чем с другими при встрече в одиночку. С кем людям общаться проще всего? С кем тяжелее всего? Ох, люди любят меня! Как они могут меня не любить? Санс? Особенно маленькие люди. С ними очень легко подружиться до тех пор, пока ты хорошо с ними обращаешься. Здравствуй, маленький человек! Я Великий Папирус! А тебя как зовут? Я Софи. Что ж, Софи, надеюсь, мы будем друзьями. А вот с большими людьми сложнее наладить контакт. Но это просто мой собственный опыт общения с людьми. Творили очень популярно у детей. А также еще у взрослых мужчин по какой-то причине. Проблем хочешь, бро? И Метатон просто знаменитость, в особенности в Японии. Я думаю, такое различие монстров это преимущество. Так мы можем привлечь много типов людей одновременно. Собязательно. Даже нам, Анонам, тяжело увидеть некого человека, говорящего руками. Но если вы двое хотите что-то у него спросить, мы вам с радостью переведем из... Где бы он ни был. Я имею в виду, если он, например, на другом, но параллельном уровне существования, но в то же время в этой физической комнате. Считается ли это как бесконечное расстояние, или же почти отсутствие Онова? Боюсь, что это бы не помогло. Мои мальчики меня не помнят. Что бы я ни попытался сказать им, это может только напугать и смутить их. Поздновато об этом волноваться, старик. Санс, с кем ты там говоришь? Это пугает и смущает. Санс, ты там в порядке, парень? Что-то не так, Санс? Ты в порядке, Санс? Что-то в глаз попало? Санс, я волнуюсь за тебя. Привет, волнуюсь за тебя. Я Санс. Это наш отец. Он исчез из нашей реальности. Это весьма долгая история, но... Полагаю, я выдернул его обратно в нашу реальность или типа того. Я даже не думал, что это сработает. У меня есть отец! Обязательно было так группой обходиться своим стариком, Санс? Ну, нужно нечто большее, чем легкий рывок, чтобы вытащить кого-то из лимба между существованием и отсутствием. Несмотря на это, он в порядке. Немного истощен, но жить будет. Верно, старик? Я... ну... как? Старик? Я... Я... правда здесь. Я... правда здесь. Да, ты тут. Чёрт возьми, Санс, ты вытащил кое-кого из небытия пустоты. Насколько же ты силён? Парень, послушай. Если ты видишь меня, использующим свою полную силу, значит кто-то из нас точно умрёт. Так что не задавай вопросов, на которые не хочешь знать ответ. Что каждый из семи думает по поводу Гастера? Только Санс меня помнит. Бедняга. Ты холодный, как лёд. Но остальные тоже в любом случае добры ко мне. Думаю, мы встречались. Папирус, ты когда-нибудь зависал за той жуткой серой дверью у водопадья? Не желаете ли немного чая, чтобы согреться? Да. Благодарю, ваше высочество. Папирус, ты в порядке? Тебя будто сердечный приступ хватил. Итак, фриск, Папирус, что вы чувствуете по поводу обнаружения Гастера? Это всё очень неожиданно. В смысле, я и не знал, что у меня есть папа. И теперь Санс говорит, что я его забыл. Я чувствую себя ужасно. Как я мог забыть собственного отца? Я худший сын на свете. Папирус, Папирус. Не будь грустнеть и сделай спагетти. Папирус, тебе стоит приготовить побольше спагетти. Как считаешь? А это ведь отличная идея. Спасибо за мудрый совет, мистер или миссис аноним. Так как Флауи отреагирует на ещё одного скелета? Так ты их батя, ведь так? А ты бездушная оболочка Азриэля, кто присвоил временную линию и использовал её в качестве игровой площадки. Ох, ты б знал, каково это. Будь бездушной оболочкой, не так ли? Каково было в пустоте? Существовать и пропадать. Видеть ужасные шутки и пасту своих сыновей, но быть не в состоянии что-то с этим сделать. И опять же. Будучи их батей, из того, что я знаю, они унаследовали свою гадкость прямиком от тебя. Ты ебаный тайный любитель пасты и мемов, не так ли? Эй, Флауи. Итри, Уран, Набели, Лиди, Кали, Протоктини, Сера, Тантау. Чизынок, ты перечисляешь элементы? Почему ты не любишь пасту? Фриск! Фриск! У тебя есть пластырь? Потому что я упал и поцарапал здесь за мыслью о тебе. О нет, тебе больно? Да, думаю, у нас есть пластырь. Сейчас принесу один. А вообще, забудь о пластыре. Мне он вообще не нужен, так что... Пять часов спустя. Почему у людей так много каналов и смотреть нечего? Может быть, разрушители мифов? Как думаешь, мелкая? О боже мой! Со мной флиртовали! Как я не поняла этого? Фриск эволюционировала в протагониста аниме. Наслаждайтесь непреднамеренным преследованием тысячи плюс людей разного пола, даже не осознающих друг друга, и у каждого из них к вам есть романтический интерес. И это не смешно. Фриск, что ты чувствуешь по отношению к Монстр Киду? Ну, я считаю его весьма милым, но это не имеет значения, потому что я слишком смущена, чтобы показаться ему на глаза снова. Вот знаете, что задевает мою козу? Санс, потому что Торель моя козочка, а получает её Санс. Хорошая шутка. Да, полагаю, мы типа вместе сходимся, имея в виду себя и Тори. Она весьма классная. Это, так сказать... Торель хочет Кэп, косточку. Что ж, я иду к Грилби 2, всё ещё Грил. Ну знаешь, сиквел к Грилби, который на поверхности, всё такое. Эй, Папирус, как насчёт того, чтобы позвать Метатона на свиданку? И Папирус ничего не боится. К тому же, он всё ещё на гастролях в Японии, так что... Угадайте, кто вернулся из Японии! Надеюсь, я не заставил ждать слишком долго, дорогуши. Ребят, кажется, мы нуждаемся в помощи. Да, нуждаемся. Ого. Я здесь, чтобы спасти день. Выручает Сансу, Папирус и Фриск, бумажные пакеты с прорезами для их глаз. Пока вы носите эти запонентованные антисмущашки ТМ, вы можете спокойно краснить до состояния помидорки, и никто этого не заметит. Вау-и! Я уже чувствую себя выдающимся и уверенным. Откуда андайм взяла этот меч? А? Этот имеешь в виду? Это мой самый собственный и функциональный Клауд Страйф Бастерс Ворд. Пока я была в Японии, я поручила традиционно обученному кузнецу сделать его для меня. И он сказал, что он может быть слишком тяжел для того, чтобы хорошо им владеть. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну что ж, Альфис, мой милейший просто монстр вернулась. Да начнутся вопросы про аниме! Ох! Спасибо! Серьезно, я не самый милый монстр на этом свете. Нет нужды преувеличивать. Ты правда самый милый монстр на свете, Альфис? Андаин! Так, если Гастер их отец, то кто Мать Санса и Папируса? Моя жена. Она исчезла так давно, что иногда я забываю ее лицо. Печально. Не так ли? Ох, приветик, Виндинг! Забавно встретить тебя вот так в лесах. Мисс Херман, я должен с вами поговорить. Это очень важно. Что? Я тебя не слышу! Не мог бы ты сказать погромче? Мисс Херман, я должен с вами поговорить! Трал-ла-ла! Я не слышу тебя! Трал-ла-ла! Подойди-ка сюда! Вы только что срифмовали тебя сюда? Серьезно? Да вы вообще меня слушаете? Что бы ты ни сказал, ты скажешь это, пока мы будем кататься на коньках. Но я не на коньках! И? И я тоже! Иди сюда! Честно говоря, я не знаю, что она во мне увидела. Я был нервным и антисоциальным никем, пока не встретил ее. Она была такая радостная. Заставила меня чувствовать, что я могу все. То, что я в нее влюбился. Естественно. Так, о чем ты хотел поговорить, Виндинг? Маловероятно, что кто-то из моих сыновей хорошо ее помнит. Она обратилась в пыль, когда Санс был лишь маленьким ребенком, а Папирус и вовсе был младенцем. К тому же она не исчезала из реальности таким же способом, как я. Так что... Мой папа мастер романов! Папирус, почему у тебя на голове пакет? Из-за... причин? Редактор субтитров А.Семкин